Добрый вечер! В эфире новости компьютерного рынка России. Или рассуждение на тему, как скоро Россия станет компьютерной державой. Сегодня в программе. Будущая российской компьютерной индустрии. Комментарии доклада в Думе. Годовой отчет производителей финансовых программ. В разделе прилавок. Обзор бытовых звуковых плат. Как из PC сделать мультимедиа PC. Финансы и компьютер. У нас в гостях Маргарита Викторовна Мельник. Финансовая газета. И напоследок. Компьютерная версия романа Гастона Леру. Призрак паишской оперы. Как мы уже сообщали, заместитель директора завода КВАН господин Сизоненко выступил с докладом на заседании Координационного совета при президенте Российской Федерации. Напомним, что по мнению Сизоненко, экономическую ситуацию в стране нельзя считать как благоприятную для развития отечественной электронной промышленности. Сегодня мы предлагаем более подробные комментарии этого доклада. Компьютерное производство очень сильно, вообще как и вся электроника, зависит от экономической ситуации в стране. В последнее время, по оценкам экспертов на российском рынке, увеличивается спрос на отечественные компьютеры. Причиной тому служит увеличение платежеспособных заказчиков. Но уровень налога в России таков, что не позволяет считать производство компьютеров рентабельным. А кроме того, фактор низких цен перестает быть главным козырем в руках отечественных производителей компьютерной техники. Лишь 10% специалистов считают, что российские компании смогут конкурировать с иностранными. Это монстры, которые уже раздавили многие отечественные компании во многих странах. Я имею в виду не российские, а отечественные в Швейцарии, Швеции, где-то еще в Германии. Они их раздавили и также легко раздавят и в России все отечественные предприятия, которые сегодня занимаются производством вычислительной техники. По разным оценкам, в 1994 году в России было продано около 900 тысяч компьютеров. Почти половина из них – это компьютеры отечественной, так называемой «красной сборки». Сегодня целый ряд российских компаний успешно работает на компьютерном рынке. Их годовой оборот исчисляется десятками миллионов долларов. И это в условиях не самого благоприятного отношения со стороны государства. Это компании, чей бизнес планирован на долгие годы и целиком зависит от политики государственных структур. В России не было ни одного крупного проекта, порученного инофирмам, который был бы реализован ими самостоятельно, без привлечения российских субподрядчиков. Тем не менее, экономической ситуации неблагоприятна даже для инвестиций иностранного капитала в российскую электронную промышленность. И не позволяет рассчитывать на появление новых рабочих мест на предприятиях России. Если государство захочет поддержать российскую компьютерную индустрию, то она должна создать для этого определенные законы, налоговые, организационные. И российская компьютерная промышленность сможет стать конкурентной. Льготное налогообложение, принятое правительством Тайваня и создание экономических зон типа технопарков, позволило Тайваню в кратчайшие сроки стать компьютерной державой. Сегодня Тайвань поставляет по всему миру 67% материнских плат, 55% цветных мониторов, 90% мышей. А корпорация Acer входит в десятку крупнейших компаний мира. Используя опыт Тайваня, господин Сезоненко предлагает разместить в Зеленограде экономическую зону, подобную технопаркам. Поэтому, создав в Зеленограде свободную экономическую зону, по примеру технопарка, технополюс, мы можем решить проблемы, мы можем получить те технологии, те достижения, которые существуют в мире. Да, не завтра. Если мы завтра создадим, то послезавтра мы получим эти технологии. Может не послезавтра, через год, через два, но мы их получим. Это мировая практика. На сегодняшний день дорогостоящее производство в Зеленограде простаивает. Процент безработицы достаточно высок. А опасения чиновников, что освободив производство Зеленограда от бремени налогов, государство, недополучив казну денег, абсолютно напрасное. Предприятия Зеленограда давно сидят на картотеке и еле-еле сводят концы с концами, не имея возможности обновлять свою производственную базу. Государство должно выделить на своем рынке 2, 3, 5, 10 компаний, которые сегодня преуспевают делать технику компьютерную и поставляют ее на российский рынок. 5-10 компаний, выявленных на конкурсной основе, распределяют между собой выполнение государственных заказов. По оценкам экспертов, государственные структуры готовы потреблять до полумиллиона компьютеров в год. При этом, производство 40 тысяч материнских плат в месяц позволяет инвестировать деньги в развитие и наукоемкие разработки. Но не приведет ли это к появлению монополистов на нашем рынке? Ну и что из этого? Ну и что? Ну кому будет плохо, если в России будет 5 крупных компаний, просто больших компаний, которые смогут конкурировать на рынке СНГ, может быть одна из них или две, с такими монстрами, как Acer, как западная или восточная транснациональная компьютерная фирма. Ну кому от этого будет плохо? Тем не менее, мы хорошо знаем пример, когда введение непомерно высоких таможенных пошлин на ввоз иномарок позволило необоснованно взвинтить цены на отечественные автомобили. Жигули у нас действительно монополист, потому что в своем классе автомобилей он единственный в стране. Так же, как и москвич, он тоже единственный в своем классе автомобилей. Но ведь я же говорю о том, что у нас должно быть 10 компаний, пускай государство выделит, но целенаправленно их поддерживает. А между ними будет такая конкуренция, что цены они никак не будут выше тех, которые экономически целесообразны для того или иного вида производства. Год назад прошла выставка «Бухгалтерский учет и аудит». На этой неделе открывается вторая выставка. Что же ожидают от нее участники и организаторы? С этим вопросом мы обратились к директору выставки Шищенко Владимиру Георгиевичу. С 24 по 28 января этого года в 4-м межотраслевом павильоне Всероссийского выставочного центра состоится вторая специализированная выставка-презентация «Бухгалтерский учет и аудит». Выставка характерна тем, что по сравнению с прошлой выставкой в ней принимают участие в полтора раза больше экспонентов. Хочется также отметить, что к этой выставке проявили большой интерес и фирмы большой шестерки мировых аудиторов. В выставке «Бухгалтерский учет и аудит» принимает участие более 50 фирм-разработчиков программных продуктов для бухгалтерии. Отрадно отметить также и то, что если вот в прошлой выставке практически все эти фирмы участвовали, то в настоящее время некоторые из них проявили большой интерес к участию в организации подготовки этой выставки. Так, в частности, известная фирма 1С стала генеральным спонсором нашей выставки. IBM PC совместимые компьютеры обладают весьма ограниченными возможностями для воспроизведения звука через собственный встроенный динамик. С появлением специальных звуковых плат картина существенно изменилась. Такие устройства воспроизводят не только ранее записанную музыку или речь, но и также синтезируют самые необычные звуковые эффекты. В современных компьютерных играх сегодня никого уже не удивишь звуками выстрелов или взрывов, рыком невиданных чудовищ и высококачественным музыкальным сопровождением. Все это позволяет услышать именно звуковые карты. Стандартом де-факто, поддерживающим большинство озвученных программ, является звуковая карта Sound Blaster фирмы Creative Labs. Именно благодаря этому изделию название Sound Blaster для звуковых карт стало нарисательным. В настоящее время производители звуковых карт стремятся, чтобы их изделия поддерживали наиболее распространенные стандарты, а прежде всего от Leap, Sound Blaster, а также Sound Blaster Pro. В зависимости от качества звука и воспроизведения, все платы обычно делятся на 8- и 16-разрядные. 16-разрядные платы, как правило, могут воспроизводить стереосигналы с качеством аудио-CD. 8-разрядные могут быть как стерео-так и монофоническими. В воспроизведении звука в этом случае участвуют специальные генераторы сигналов, которые специалисты называют методом частотной модуляции. Любителям эстрадной музыки хорошо известны синтезаторы фирмы Yamaha, которая, кстати, выпускает и специальные наборы микросхем для звуковых карт. Другим способом генерации звука является синтез с использованием таблицы волн. В этом случае по одному или нескольким заранее записанным тонам музыкального инструмента воспроизводится его полное звучание. Это можно сравнить с тем, как по одной косточке восстанавливается облик животного, умершего миллионы лет назад. Звуковые карты позволяют также преобразовывать звуковые сигналы в цифровую форму, понятную только компьютеру. Для этого на них обычно имеются входы для подключения микрофона или иного источника звукового сигнала. Записать можно не только речь, но и музыку, а полученную информацию сохранить в виде специального файла, который потом можно прослушивать через ту же звуковую систему. Этот файл можно и отредактировать, например, добавив звуковые эффекты, а также стереть ненужный фрагмент. Наряде звуковых плат имеются специальные разъемы для подключения одного или нескольких различных приводов компакт-дисков. В этом случае при прослушивании аудио-сиди на компьютере можно воспользоваться усилителем звуковой карты и ее акустическими системами. Как правило, акустические системы, динамики или колонки являются неотъемлемой частью звуковых плат. В комплект со звуковой картой входят колонки или наушники. В настоящее время существует две основные разновидности акустических систем. Так называемые активные системы, которые могут регулировать уровень звука и без усилителя пассивные системы. Если пассивные системы подключаются только к соответствующему выходу звуковой карты, то для активных необходим дополнительный источник энергии. Немаловажное значение имеет тот факт, являются ли акустические системы экранированными. Дело в том, что только в этом случае их можно размещать в непосредственной близости от монитора компьютера. Акустические системы, предназначенные для аудиоплееров, обычно не экранированы. Все звуковые платы поставляются с минимальным комплектом программного обеспечения, в который входят не только программные драйверы и утилиты, но также игры и различные музыкальные программы. Одним из таких комплектов является Nova 16. В двух предыдущих передачах мы рассказали о компакт-дисках, звуковых картах и акустических системах. Эти устройства необходимы для того, чтобы превратить ваш компьютер в небольшую мультимедийную систему. Впрочем, кроме них, вам могут понадобиться еще головные стереотелефоны или наушники, а также микрофон. А кроме того, не следует забывать и о специальных манипуляторных устройствах. Так, большое количество игровых программ, особенно авиационных симуляторов, поддерживают джойстики. Принцип работы любого современного джойстика достаточно прост. Рукоятка джойстика связана с двумя переменными резисторами, расположенными в корпусе устройства. При ее перемещении один из них меняет свое сопротивление пропорционально координате X, а другой Y. Специальный адаптер в компьютере преобразовывает эти сигналы в цифровой код. Надо сказать, что по внешнему виду и дизайну джойстики могут отличаться очень существенно. От простой рукоятки до имитатора штурвала самолета. Но это, разумеется, сказывается только на их цене. Приобрести все перечисленные здесь компоненты можно, конечно же, и по отдельности. Однако при этом вы можете столкнуться с рядом технических проблем, связанных с установкой этих компонентов в ваш компьютер. Самый простой и правильный путь заключается в приобретении специального набора так называемого мультимедиа-кита. В этот набор могут входить следующие компоненты. Привод компакт-дисков, звуковая карта со встроенным интерфейсом для данного привода, акустические системы или наушники, микрофон, дискеты с драйверами и утилитами, а также компакт-диски с обучающими или игровыми программами. Установить данный набор в компьютер и заставить его работать значительно проще, чем все устройства по отдельности. Как правило, фирма-продавец уже позаботилась о полной совместимости входящих в него устройств. Наиболее известные наборы мультимедиа производит такие фирмы, как Creative Labs, Media Vision и Aztec Labs. К сожалению, далеко не любой компьютер может быть превращен в мультимедиа-систему, даже при использовании комплекта мультимедиа. Дело в том, что еще в 90-м году 12 ведущих компаний, представляющих совет по маркетингу продуктов мультимедиа, разработали спецификацию MPC – Multimedia PC. Эта спецификация определила минимальные требования для мультимедиа-компьютера на базе процессора фирмы Intel и получила название MPC уровень 1. Не так давно совет представил новую спецификацию MPC уровень 2. Она не заменяла старую, а просто предлагала более высокий уровень производительности и возможностей. Отметим, что компьютерные игры достаточно интенсивно используют все ресурсы компьютера. Недаром одними из самых эффективных тестовых программ считаются именно игры. Основные требования к игровому компьютеру связаны обычно с реализацией живого видео, сложной трехмерной графикой и естественной человеческой речью. Продолжение следует... 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 Таким образом, компьютер с успехом, используемый для обработки текстов, будучи оснащенным набором мультимедиа, как правило, все равно не годится для игр. Ведь совершенно очевидно, что даже залив Запорожье с американской маслой и шведской бензин, вы все равно не поедете со скоростью Мерседеса. Конфигурация игрового компьютера не обязательно должна полностью удовлетворять одному из стандартов MPC. На сегодняшний день она может выглядеть следующим образом. Процессор 386SX от 2 до 4 МБ оперативной памяти. Винчестер емкостью не менее 120 МБ. Видеоадаптер SVGA плюс соответствующий монитор. Два привода для флоппи-дисков, привод для компакт-дисков, звуковая карта, совместимая с саундбластером, акустические системы, джойстик, ну и, разумеется, компьютерная мышка. В том случае, если у вас еще нет компьютера, но вы планируете его приобрести и использовать для мультимедиа, самым разумным решением проблем будет приобрести готовую мультимедиа систему. В этом случае вы можете проверить работоспособность дополнительных компонентов непосредственно при покупке компьютера. Стоимость готовой мультимедиа системы, как правило, дешевле стоимости ее составных частей. Как правило, в нашей рубрике «Гостинные» мы представляем людей, работающих на российском компьютерном рынке. Но сегодня мы решили сделать исключение, и у нас в гостях представитель финансовой газеты Маргарита Викторовна Мельник. Прежде всего, разрешите мне поблагодарить вас за приглашение в вашу гостиную. И вместе с тем сказать, что вряд ли появление здесь пользователей компьютерных программ может вызвать удивление как у специалистов, так и у тех фирм, которые активно сотрудничают с разработчиками программных продуктов. Дело все в том, что работая заведующим отделом обучения и консультирования в финансовой газете, мне приходится работать с большим количеством почты от наших читателей. И, наверное, больше, чем многие другие, наша газета могла бы рассказать о том, чем удовлетворены пользователи вашего продукта, а чем они еще хотели бы воспользоваться с большей интенсивностью. Или, я бы сказала, где те ниши, в которых они хотят видеть реальные продукты фирм, работающих над программными разработками. Маргарита Викторовна, на плакате выставки «Бухучет и аудит» представлены счеты как эмблемы выставки. А как вы считаете, бухгалтеры счета забыли навсегда? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я думаю, что ни один бухгалтер счет никогда не забудет. Это его история. Счеты – это история нашего развития. Но, наверное, ни один бухгалтер сегодня не представляет себя без компьютера. И если бы мы с вами прошли в бухгалтерско-финансовые службы любых крупных предприятий, небольших организаций, мы бы практически в бухгалтерии везде увидели компьютерную технику. Я думаю, что современному бухгалтеру при сложностях современного бухгалтерского учета, при бесконечных изменениях, которые происходят в нашем законодательстве, без программного продукта было бы невозможно вовремя и по-настоящему квалифицированно выполнить всю работу. Вместе с тем, я хочу просто обратить внимание на то, что сейчас в бухгалтерско-финансовую службу приходит очень много специалистов, у которых базовым образованием является техническое образование. Они получают второе экономическое образование, заканчивают бухгалтерские курсы. И они по своему уровню, по своей подготовке вполне могут справиться не только с использованием современной техники и быть квалифицированными пользователями программных продуктов, но они могут также давать даже и квалифицированные советы о том, как бы они хотели видеть программный продукт. Несколько лет тому назад очень многие компании взялись за разработку индивидуального программного обеспечения для бухгалтерии. Сейчас реально существуют на рынке только единицы из них. А как Вы считаете, удовлетворяют ли специалистам те разработки, которые предлагаются сейчас на рынке? Это сложный и достаточно интересный вопрос, поэтому с Вашего разрешения я бы его прокомментировала чуть-чуть подробнее. Действительно, когда мы только начинали работать с компьютерными программами, нам пришлось столкнуться с огромным, можно сказать, количеством разной квалификации фирм, которые давали оригинальные продукты и продукты западные, приспособленные к нашим условиям, и не совсем приспособленные к нашим условиям. И, конечно, выжили те фирмы, которые активно с самых первых шагов работали со своими потребителями. Вот одной из фирм, с которой мне приходится сталкиваться, скажем, и которой мы работаем вместе по подготовке выставки, бухгалтерский учет, яудит 95, наш генеральный спонсор 1С, они здесь работают постоянно со своими заказчиками. И выживает эта фирма прежде всего потому, что и аппараты центрального отделения этой фирмы и дилеры этой фирмы постоянно связываются с теми, кто покупает и использует их программы. Эта программа находится в постоянном развитии, она обновляется. Мы имеем много новых версий программы, и я точно знаю, что эти версии складываются на основе заявок и анализа оценок, которые дают потребители программы. Поэтому здесь клиент и разработчик должны друг другу навстречу двигаться постепенно. И вот такая этапная усложненность программы, введение новых ее разделов, появление новых версий – это то, что как раз является очень важным для пользователя, постепенно приучающегося работать на компьютерной технике с программными продуктами, и для разработчика, который может действительно отследить и проанализировать, насколько эффективно используется его программа. И мне думается, что на сегодняшний день мы можем с удовольствием сказать, что пользователи предпочитают национальный программный продукт в западном мире. А есть ли какие-нибудь невосполненные ниши на рынке программных продуктов в области финансовой деятельности? Даже на рынке традиционных продуктов можно найти незаполненные ниши. А поскольку все-таки у нас рынок программных продуктов только складывается, я думаю, что, к счастью для разработчиков, есть еще очень много направлений, по которым пользователи ждут от них новых решений, новых программ, новых продуктов. И прежде всего, это связано с тем, что в современных условиях каждому предприятию необходимо найти путь эффективного развития. И думается, что те программы, которые бы позволили сделать определенную диагностику финансового состояния предприятия, перспектив развития, провести сравнительный анализ различных вариантов развития – это как раз то, что нужно. Причем такие программы нужны не только пользователям непосредственно предприятий. Такие программы имеют своего особого заказчика. Вот аудиторские фирмы – это основной их капитал такая программа. Их методики плюс ваши программы – это есть капитал аудиторской фирмы. И я думаю, что их ждут аудиторы, а выставка «Бухучет и аудит 95-го года» может быть тем плацдармом, на котором аудиторы и разработчики программных продуктов сумеют договориться. Роман Гастона Леру «Призрак оперы» написан в 1911 году и неоднократно привлекал внимание ряда кинематографистов. Известный композитор Эндрю Ллойд Вебер, автор рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» поставил мюзикл по мотиву этого произведения. Сегодня мы предлагаем вам компьютерную версию этого романа. Фирма «Майка Броуз» представляет. Компьютерную версию романа Гастона Леру «Призрак Парижской оперы». В настоящее время парижская опера – премьера триумфа Дон Жуана. Поднимаясь занавес, на сцене появляется несравненная Кристина Флорент. И под первые звуки оркестра на зрителей обрушивается огромная люстра. Расследование поручается вам, молодому инспектору парижской полиции. Вашему герою присущи такие профессиональные качества, как наблюдательность и дотошность. Необходимо внимательно осмотреть не только само место происшествия, но и все здание оперы. Посетить сцену, заглянуть за кулисы, подняться в гримерную и не забыть про подвал и колосники. Каждый персонаж в этой игре несет в себе часть разгадки. Старайтесь разговаривать со всеми, кого встречаете. Собирайте все предметы, которые попадутся вам в ходе поиска. Неизвестно, в каких обстоятельствах вы окажетесь и что вам потребуется. И еще один совет. Периодически проверяйте количество набранных очков. Если в течение долгого времени оно остается неизменным, значит вы на ложном пути. В комплект поставки входят две книги, руководство пользователя и копия книги и ритм призов оперы, написанные менеджери. Именно эту книгу вам придется искать в библиотеке. Именно эта книга прольет свет на таинственные события и направит вас по верному пути. Попав в подземелье, нарисуйте карту, иначе шансов потеряться у вас более чем достаточно. Разгадав все загадки и пройдя подземелье, вы встречаетесь лицом к лицу с Эриком, призраком парижской оперы. Интерьеры в этой игре стилизованы под картины Эдгара Дега, а музыка создает атмосферу напряженности, что не дает отвлечься вам и забыть о цели игры. Эта игра не требовательна к ресурсам компьютера. Для нее необходимо 2 мегабайта оперативной памяти, ВЭГа, монитор, звуковая карта, совместимая саундбластером и привод сидеромов. И если вы не суеверный человек и можете позволить себе держать призрака в доме, пусть даже в компьютерном виде, то удачи! А на этом все. Спасибо, что вы были с нами. До встречи в феврале. Спонсоры программы Акционерное общество Юнивер Фирма Компюлинк Компания Мирисел Совместное предприятие Эрстайл Концерн ИВК Акционерное общество Юнивер